Девушки отдыхают В аргентинских сборных Потому что мы теперь две обсуждаем И молодежка Молодежку надо хвалить Потому что они вышли из группы Да, вышли из группы Выиграли все три матча С Масчерано Как тренер Видимо, он учился немножко За эти почти Ну, месяца 4-5 Которые были у него Было время Хотя Он узнал об этом не так давно Да, что будет еще Второй шанс тренировать в сборной И не, но Маладзи Да, выиграли три матча Но пошли замены Тоже нашел полузащиты Которые нужны Это Федерико Редондо Из Аргентино Жуниорс Мирамон рядом Из гимнасии И они вдвоем Ну, в полузащиты делят все, что хотят У них все есть И футбол, отбор Смотришь на них И секс на поле просто Мы записываемся до матча аргентинцев С нигерийцами На которых они вышли из группы Этот матч мы обязательно обсудим В следующем выпуске Но вообще-то Нигерия Это привычный для Аргентины соперник Гала Да, это правда И надо сказать, что Не так плохо у нас получается Посмотрим, как в этот раз Но, конечно, мне кажется И всех возможных соперников Нигерия тот, который никто не хотел Наконец-то у нас есть повод Вспомнить про Скалонету Скалония выкатила новый список Вызванных игроков Там новые лица появились Есть новые, да Например, Вальтер Бенидес из ПСВ Вальтер Бенидес, да, вратар Вместо Армани Вместо Армани, да В Армани, поговорим еще об этом На последнее время Деля не очень хорошо идут Но тоже понятно, что он не водит Никого из аргентинского чемпионата Потому что там еще играет И в юне Весь юн, там много туров И появился Леонардо, например, Балерди Из Марселя Вообще первый раз слышу Да, Балерди был очень Обещающий защитник Он в Боке начал И он уехал в Дормунд играть Ты, наверное, видел эту фотографию Где Ханан в форме Бока Много разных, да? Вот это из-за него Из-за Балерди Он стал болельщиком Боке из-за Балерди Да, видимо, когда он приехал в Дормунд Он всех начал, ну Заставлять смотреть все Бок насильно Да, в два утра И в час ночи, да Так, кто не попал из чемпионов мира? Лесандро Мартинес Алехандро Гомес Анхилик Каре И Лаутаро Мартинес Да Куре я впервые слышал Что они в группе его не очень Не очень любят это Да Я впервые слышал Я не знаю А про Лаутаро интересно Что у него Какая-то травма Лодышки, по-моему У Лаутаро? У Лаутаро, да Не серьезная Но он хочет лечить Где-то Поэтому сразу Как закончится сезон Как после финала Лиги чемпионов Он Может быть Что ему понадобится Какая-то маленькая операция Даже Ну Чтобы совсем хорошо Начать следующий сезон Да, потому что я думала Что не по этой причине Он отсутствует Он тут свадьбу сыграл Вдруг Прожил очень много лет Со своей женой Теперь уже И вдруг решил сыграть свадьбу Позвал всех На праздник Сборников Перед Лиги чемпионов Что бы сказал Билардо На эту галу Нет, Билардо Не разочи Билардо Сам бы приехал Смотри Календар Лаутаро Тут Тут нельзя Здесь нельзя Вот тут окно маленькое есть Вот только тогда можно Хочется верить Что в этот раз Гарначчо Наконец сыграет Потому что Не первый раз Его вызывают в сборную И каждый раз Что-то происходит Да В этот раз У Гарначчо Есть травм Он уже не поехал На молодежку Как и Вуэллиноты Кстати Вуэллиноты тоже звали Он будет тоже Со скалонии Работать Которые не разрешили Ехать на чемпионат мира До 20 лет Но самое главное Что великий Вызван Мисси Конечно Куда без мисси Ну если он хочет Конечно Не хочет Пусть отдыхает Он хочет Пусть играет Он очень хочет Потому что Во-первых У него закончилась История с ПСЖ Судя по всему Потому что ПСЖ стал чемпионом Да У Мисси 43-й трофей В карьере Столько же Сколько было У Дани Альвеса А больше Чем у них Двоих нет Ни у кого У меня есть еще шанс У Дани Альвеса У Дани Альвеса В тюрьме Точно есть Но знаешь Что есть другие Пашоты Можно сказать Про трофеев Например Есть люди Которые не считают Один трофей у Мисси Потому что Суперкубок Испании Одной Он просто не был Он не играл Не играл Да А в заявке был? Нет Говорят, что не был Да, поэтому У Альвеса 2 Даже есть Древний Турнир В Бразилии Турнир Кампионата Баяна Какой-то местный Региональный турнир На самом деле Он тоже не играл Звучит тоже Поэтому все равно Если считать так У Мисси 42 И у Дани Альвес 41 А так Все считают 43 и 43 Любопытно Что в этом сезоне Мисси лучший Во всех топ-лигах Потому что Он сделал Дабл-дабл По количеству голов И передач Да Если считать Не только лига Все турниры Больше 20 И больше тоже Самый результативный И ПСЖ ПСЖ Который Почти не существовал Реально Они ругают Мисси Ну вот поэтому Он и не продолжил Французы Французы Не знаешь Я всегда вспоминаю Когда про француз Помню Как Ну Марадона Марадона Были плохие отношения С Платине С Платине С Платине С Платиной С Марадоной Наполе А потом Диего считал Что Платине Как руководитель Футбола Тоже были Не самые лучшие Один раз Спросили Про Платине Диего А что вы хотите Платине Француз А французы Какие Ветер дует туда Они идут туда Ветер дует туда И они идут туда Помимо этого Месси Лучший бомбардир В истории У него теперь 496 голов Обошел он Кого? Правильно Роналду Топ Топ 5 Топ 5 лиг И А будет еще Голев У него И поедет Потому что Сейчас все говорят Что поедет Там Что типа 1200 миллионов Со два года Предлагают уже Сауновская Аравия? Да Галла Не знаю Не знаю Давай разбираться Смотри Последний Становится чемпионом У них Галла концерт В честь чемпионства А Месси нету Месси В Каталонии Причем интересно Что он поехал На Манджуик Туда Где Барселона Будет играть В следующем сезоне В последующих сезонах Но правда Не на футбол А на концерт Колплей Правильно Я считаю Что всегда Нужно быть там Где тебя любят Поэтому Я здесь Того и тут Любопытно Что люди Которые пришли на концерт Естественно Заметили Что там Месси Стали скандировать Его имя Месси Месси Пофиг на концерт Месси 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 Ну завершая тему Месси Мы все прекрасно знаем Как Месси оказался В сборной Но как Уго Токали Узнал О его существовании Он рассказал Вот на днях Буквально В интервью Да Там были хорошие Интервью передачи От Токали И Пекерман Потому что Они работали вместе Когда попали в сборной В молодежку Аргантино В середине 90-х Примерно Да Потом Пекерман ушел И остался Токали Он был помощник Пекермана А потом Токали был главным Когда они выиграли Ну раз И тоже Чемпионат И да Отлично Как он рассказывает Ему дали просто кассет Он был уже в Финляндии Перед чемпионатом мира Поэтому уже не успел Никак бы Звать Месси Но ему Дали такой кассет И там были 5-6 Только Моментов Игры Месси И он Смотрел Пересмотрел Пересмотрел Но самое интересное Как он это говорит Что было после Они не выиграли чемпионат Они проиграли Испанию в полуфинале С фабрикой За два часа Вот И после матча Как он это Рассказывает То, что было Мы в лоббиотеле Я смотрю вокруг И вдруг Видишь Вильяра Президента Федерации футбола Испании И он говорит Дауга Мы хотели его заманить Но он не хочет Играть за Испанию Он хочет играть за вас Его мама и папа Всегда Говорили ему Играй За кого хочешь По-настоящему А он отвечал Я аргентинец Хочу играть за своих Помнишь, я сказал тебе Надо обязательно сыграть Этот товарняк Чтобы заиграть его За нас Для FIFA Тогда еще было правило Что если ты сыграл За молодежку Какой-то страны То и во взрослую сборную Тебя может вызывать Только она И я предложил сыграть Тот товарняк На стадионе Архентина с хунер Потому что Они воспитали На Марадону Ну и наконец К чемпионату Галла Поздравляю тебя С победой Боки Очередная Пэнна На Тигра Знаешь Тигры ужасен По моментам Да, были много моментов И хорошо, что Маринель ошибся Вот Когда Мерентьель Собилин Сегодня мяч получился В этом матче Ох, какой момент И мяч в сетке Вот так вот Это Мерентьель Что ли был, да? Это Мерентьель Но это скорее Был не Мерентьель А Маринель Все-таки Да, выронил Мяч Просто выронил Прямо на ногу И Мерентьель Под перекладину В пустые ворота 1-0 В пользу Боки Где руки Маринель После этого матча Стали говорить Что Тигры Слил Игру И вот Судя по этому моменту Хочется в это верить Галла, если честно Потому что Ну это странно Это, да Очень странно Потом Боки играли хорошо Видно Насколько разное Сейчас желание Играть в футбол У Мерентьеля И Мерентьеля Например Когда они в центре Нападают Смотри Вот это хороший удар Пум Перекладина И от вратаря Опять Очень странное Движение Но ладно Потом еще хорошо Полусажительно Играли впервые Вместе Медина Баррелла И Эки Фернандес Три из Боки Ну Эки Фернандес Который играл в Тигре Варенду Да Они все три Играли вместе Играли очень хорошо Пол Фернандес Уже больше никто Обратно На поле Никто не хочет видеть Хорхе Альмирон Продолжает экспериментировать? Ну мне кажется Что Ну пока В этом матче Видимо да Потому что До этого Все три Сначала Никогда Вместе Не играли Смотрим Насколько Он будет готов Держать Полусажитель Потому что Пол Фернандес Когда он на поле Он тоже капитан И вице-капитан Я очень ждала Этого матча Чтобы посмотреть Как Бомбонеро Отреагирует На ретеги Была какая-то реакция? Ноль Нет Даже Не интересно Что типа Игнорировали его А допустим Наоборот Молинас Который сейчас В аренду Уехал сейчас Туда В Тигре Его С аплодисментом Встречали А ретеги Ну ладно Ну и матч Мягко говоря Посредственные ретеги Провел Это ужасно Почти не коснулся Мяча Ретеги На самом деле В этот матч Конечно Все ожидали больше Но После того Как он вернулся Сетсвольной Италии Он Очень плохо играет В нападении Ты думаешь Он интерес потерял К чемпионату Аргентину Нет Нет Не может быть такого Потому что Пока он Он еще никуда не уехал Есть слухи Что Милан Или что И Интер его хочет И Интер тоже Да Но Он пока должен Ну Показывать Доказывать Что он готов Играть в Италию У него еще будет шанс Проявить себя Потому что В финале Четырех Лиги наций Который вот-вот Скоро уже Он вызван В состав сборной Италии Поздравляю РТИ Можешь не возвращаться Рикельми наблюдал За этим матчем И Рикельми Готовится провести Прощальный свой матч В конце июня 25-го числа Да Это Давно было Нужно Нужно? Нужно было Давно Дело Да Чтобы играли Прощальный матч Рикельми И Флавон Монере А почему Его до сих пор Не было? Потому что Сначала Он Ну он Когда последний матч Играл в Боке В 2014 году Да Он уехал Играл в Аргентину Шуньерс Который вылетел Помог Аргентину Развращаться В Примеру И тогда закончил Потому что Он объявил Что я В Примеру Могу только Краться в Боке Не буду играть За другой командой А знаешь еще почему? Нет Почему он так долго Не играл? Потому что Раньше был Другой президент Ну того Как стал Аммиали Вице-президент Рикельми А Ангелиси А Ангелиси Были Очень плохие отношения Как раз С Рикельми Он ушел Избок И почти С Ангелиси И конечно Ангелиси Не разрешал Что никакой Прощальный матч Рикельми Потому что Будут все Монеры С Рикельми И будут Конечно Все Петь И кричать Против Ангелиси А потом Он стал Руководителем Видимо У него Тоже Времени Не было Или Может быть Почувствовали Футбол Когда В Испанию Играют В Испанию В Испании В Испании В Испании В Испании В Испании Интересно Будет Полермо Или Не будет Полермо Ну Он Кого-то Из легенд Боки Позвал Да Полермо Пока Непонятно У них Отношения Не самые лучшие Но мы точно знаем Что он позвал Месси Позвал Ди Марию А еще Интересно Что 24 июня День рождения У Месси И у Рикельми Тоже В один день Да В один день Но 24 уже Санит Да Прощальный матч Макси Родригеса В Росарио И получается На следующий день На Бомбанере Прощальный матч Подожди Мы главное не сказали Самое главное На этот прощальный матч Рикельми Пригласил Леандро Паредеса Хоть где-то его ждут Нет В Воке Мы всегда ждем Ты знаешь Что он Когда начал играть Он играл Десятый номер Премьера А там был Рикельми Место Санит И он Перед тогда Переводцем И стал Более Ну Как опорник Начал играть А Рикельми Наоборот Рикельми Когда был маленький Играл опорником А один раз Его тренер Еще в Аргентин Сказал Рикельми Извини Но если ты будешь Играть опорником И тебя И меня Уволят Из клуба Сразу Еще ждут Иньесту И Фарлана Потому что У Рикельми Очень хорошие С ними Были отношения Да Рикельми Постоянно На связи С Инесто Еще когда он Был в Испании Играли Например Играли Барселен Играли А Рикельми Ему написали Созванивались И обсуждали Матч Еще И Бьянчи Конечно Будет Вирей Он будет тренером Кстань Конечно Не будет Играть Бьянчи Я думаю Может он Присутствовать Будет Нет Тренер Я думаю Чтобы возвращаться На поле Нужны И Монера И Вианчи Ну что Галла Редкий случай Когда Бока В туре Побеждает А Ривер Всего лишь Одно очко Зарабатывает Даже Не знаю Это больно Смешно Это редкий случай Когда Это было Два тура назад Бока Выиграл И Ривер Что с отношения Были Ривер Галла Проиграли Да Они проиграли Но до этого Серия была Ты же помнишь Мы обсуждаем Что-то пошло не так У Ривера Да А там были На самом деле Интересный матч Интересные моменты Были Армани Опять играли Не очень уверенно Вот До Мечеля Со всеми Хорошие отношения Он приехал Из Европы И всех Целует Галла Я не знаю У кого в Аргентине Из тренеров Друг с другом Плохие отношения Потому что Каждый обзор Начинается с того Что они Как будто В 20 лет Начинают трогать Друг друга Обнимать Прижимать Ну ладно Хорошо Хорошие отношения У Думи Челеса И Галека Да У Борхи Не очень хорошее отношение С голами Пока Но У Армани Совсем не хорошее отношение С футболом В последних матчах Опять Не очень довольны Болельщики С ним Как он Регировал Во второй Матч Велеса Хотя Я не видел Что там Совсем было Ну Если сравнить Со ошибками Которые он Сыграл Во время Матча Он чемпион мира Ему 36 лет Он наш Вице-капитан Ему просто Нужно усердно Трудиться На тренировках И все Обязательно Образуется Но Ривер Отпраздновал Как очень радовался И Он же Играл Только в Ривер Там все выиграло Но Самое главное Что он играл В том финале Либертадорес И забил Да Мне кажется Такая реакция Видишь Как он Кричите Сейчас Потому что Вот было Это Что болельщики Не довольны Прату И не то Что он Отпраздновал Мяч Против Ривера А он На болельщиков Велеса Шел И типа Ну видите Кто тут Главный Нападающий Еще я Но Ривер Тем не менее Все равно Вышел вперед Опять Да Хорошая Передача Хорошая Солари Не успел Но хорошо Ну Зато Велеса Рядом И отправили Сетку И Велес Снова сравнял Артега Забил Но здесь Надо отметить 18-летнего Ордониса Потому что Он сделал Две голевые В этом матче Ну У Велеса Многие Хорошие Молодые Престяне Мы же говорим Несколько раз Еще есть Фернандес Тоже 18 лет Были опасения Что у Велеса Сразу Отпадет Типа Пол Командо Если Мастерана Соберет Все хорошие Молодые Игроки Которые Угрыки Сейчас Ну вот Футбольные Новости Ривера Естественно Затмил Гошарда Потому что Установили Наконец Эту статую Про которую Мы говорили В прошлом выпуске Но она Оказалась Даже лучше Чем мы Предполагали Потому что Все Внимание Не на Голову Гошарда Даже не на кубок Его артодорность Который он вершит На А на его штанг Да У него Другие атрибуты Оказываются Гошарда Причем Там есть фотография Где Гошарда Стоит у этого памятника И он не выглядит Очень довольным Ему видимо Это не понравилось А больше хотели? Гал Ну судя по всему Аргентинская общественность Ему очень завидует Потому что Тема Это не утихает И даже Замучили Бедного скульптора Он давал интервью Объяснял Почему он Это сделал У меня есть друзья Которым статую Не очень понравилась А я хотел Чтобы она Объединяла людей И 99% Из них Действительно Счастливы А кто-то Даже говорит Что кохонность Можно было сделать И побольше Но если кому-то Это кажется Чрезмерным То все Без проблем Можно исправить Я хочу Чтобы все Фанаты Ривера Были довольны Я бы сделал Эту выпуклость Даже побольше Но поймите Для меня Речь идет Не о размерах В буквальном смысле Это попросту Вульгарно Но о наследии И значимости Человека О его смелости Внутреннем стержне Называйте как угодно Этот атрибут Не имеет никакого отношения К дешевой пошлости В другом месте Он говорит Что Была Садумка Что Например Он сказал Что в Нью-Йорке Есть какую-то стату Буйка И что там Все трогают Вот там На счастье У Буйка Как у нас Это Собачка На площадь революции Да у нас тоже Все памятники Затирают Вот теперь Будут у Гошарда На удаче Ты подходишь К Мунеко О Мунеко Привет Вы же говорите Что вот Остальные Кохоны У Диего Симеона Например Да Или у всех Крутых тренеров Ну это похоже На правду Что он хотел Вот показать Ну как сумел Уж извините Вот так Показал Все прелести Гошарда Да Или не знаю Может Куда-нибудь нужно Охранить все медали Которые ты выиграл Может у него Так Гала Порадуемся За Гошарда И порадуемся За Ривер Который все еще На первой строчке 41 очко Сан-Лоренцо Дальше Да Теперь на шестерскую Хорошо Для Сан-Лоренцо Что Ривер не выиграл Потому что Сан-Лоренцо Проиграл Барракасу Проиграл еще С Барракаса Никто не ожидал По традиции На турнирной таблице Мы обращаем внимание Как дела у Рассинга Все еще плохо Да Очень плохо Потому что на самом деле Из последних 24 очков Уже да Набрали только 2 2 очка Потому что сыграли В ничью с Дефенсой Дефенсой Кустисти На выезде 1-1 Дефенса вышла Вперед Рассин сравнял И Гаго Что-то нужно было сказать После матча Слушай, на самом деле Я его первый раз За этот сезон Который у него Очень неудачный Я видел его таким разбитым Он, видимо Начал переживать И правый наден Нам давно пора Да Чтобы я улучшил Все Что бы продолжил делать Да все Это постоянный И непрерывный процесс Мы работаем Над очень многим Мы пытаемся Эффективнее создавать моменты Улучшать навыки Отдельных игроков Очевидно Что у нас сейчас Не самый лучший период С точки зрения результатов Наша цель Играть стабильнее Как в обороне Так и в атаке Но хуже, чем у Расси У его соперника Да Исторический индопедент Еще хуже Они опять не выиграли С Ланусом Хотя надо сказать Что Индепендент И мог выиграть Все-таки в этом матче Ланус забил в конце Причем сделал это Хосе Санд Да С пенальти Обновили свой рекорд Самый старый игрок Который когда-нибудь Собили Ему уже почти 43 Да Интересно, что в этот момент В момент, когда назначили пенальти Произошло столкновение Ужасное Да Рваная рана Бензима По сравнению с травмой Лассо Это ничто Да Тренер Индепендент Сразу после матча Говоришь Там даже Ну Видно кость Кошмар Ну и у Индепендента Которучо Сабель тоже Один из лучших бомбардиров Теперь у него Не знаю, зачем он Девел волосы Накрасил в оранжевый Все хотят быть Как Барко Наверное, он хотел в красный Как Индепендент Что красный Но у него не получилось Что-то пошло не так Больше похоже Даже не знаю На игрок На майку Аргентина Жонер На Индепендент Мы бы не обсуждали Матч Гимнассия С Армьентом Потому что он закончился Со счетом 0-0 Но постарался Арбитр Орель Пенель В конце матча Гимнассия забила Но решили проверить Уникально Да Я смотрел Этот матч Что они там ищут Что они Линию нарисовали Да Даже линию нарисовали Пенель не пошел смотреть Потому что Если говорят Вар Оффсайд Это офсайд Обычно Но не когда подают угловой Как можно Оффсайд Сочетать Из углового Может быть Что было Два касания В угловой Что первый Подавали угловой А второй Вернули первому И тогда было бы Но на самом деле В другой повтор Видно Что нет Что просто Этого тоже не было Еще один момент Курьезный В этом торе Произошел В матче Росарио-Сентраль С Бамфельдом Играли с Бамфельдом И Бамфельд Выиграл 2-0 Я же не знаю Как этот момент Двойная ошибка На своей штрафной Первый раз Первый раз ошибся Передачей Подарил почти момент Ему повезло Что не получил И решил дать Второй шанс А кто хуже Пенель как судья Или Маша как сошитник Кто хуже Армани Как вратарь Ну и наконец Рубрика Пульга недели Посмотрим Кто отличился В этом туре ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно Что Артега забил Очень красиво И обычно мы Именно такие голы Выбираем Но сегодня Да Но там было Это непонятно Как здесь Валармани Но в любом случае У нас неочевидный выбор Сегодня Пульги Может быть Это Джерсон Маскера Из Ньюэлса Потому что Он сам придумал Все Сам исполнил Да Он отдал Потом получал Обратную передачу И очень быстро Сделал шот 2-0 уже Ну что Джерсон Маскер Из Ньюэлса Пульга Этой недели Поздравляем И на этом Наша программа Как обычно Подходит к концу Смотрите Аргентинский футбол Око Дефенса Играет с Ривером В 22.30 В субботу Да Матч Должен быть интересным Потому что Ривер идет на первом месте Дома будет играть После Нечу с Велесом И Дефенса идет Не очень далеко Важно Будет Обыграть Ривера Помните Что У Арсенала Это получилось Уже давно В феврале Но они Выиграли монументально И Дефенса Наверное Тоже захочет повторить Ну а как закончится Этот матч Мы обсудим На следующей неделе Когда и увидимся С вами Всем пока Пока До свидания Ай, караба Субтитры сделал DimaTorzok